Глава 130 Советники и войска получали постоянную поддержку от панду, в особенности же он поддерживал и содержал их сыновей и внуков. И горожане, о сын, с которыми прежде милостиво обращался панду, никогда не убьют нас вместе с родственниками. И горожане, о сын, с которыми прежде милостиво обращался панду, никогда не убьют нас вместе с родственниками из Ютхиштхеры. Дурьотхана сказал, И, по-моему, это так у отеца. Но когда видишь урон для себя, необходимо всех подданных привлечь выгодами и знаками внимания. Тогда они, несомненно, будут нашими союзниками в силу нашего преимущества. Казна и советники находятся теперь в моем распоряжении, о владыке земли. Ты должен под благовидным предлогом немедленно выслать пандавов в город Варанавату. Когда же царство будет подвластно мне, о царь, тогда Кунти вместе с сыновьями вновь возвратится сюда, о Бхарна. Юдхи Тхритарашт рассказал. О Дурьотхана, это же самое у меня на сердце, но из-за порочности этого желания я не могу исполнить его. Ни Бхишма, ни Бхшатри, ни Гаутама не согласятся никогда на изгнание пандавов. Ведь среди кауравов мы и пандавы для них совершенно одинаковы, о сын. Мудрые и справедливые, они не пожелают делать различия между нами. Если мы и так поступим с пандавами, о сын, то разве мы не заслужим смерти от кауравов и от тех благородных героев и от всего народа? Дурьотхана сказал. Бхишма весьма бывает нейтрален, сын же Дроны на моей стороне. А куда склонится сын, туда же пойдет и отец, тут нет сомнения. И Крипа, сын Шарадвана, тоже будет там, где эти трое. Он никогда не покинет Дрону и сына своей сестры. К шатре, средства к жизни зависят от нас, но втайне на стороне врага. Один он не способен причинить нам вреда из-за пандавов. Сегодня же высели смело варанавату пандавов вместе с их матерью. В этом не будет греха. Не разжигай же этим делом ужасного огня скорби, возникшего в моем сердце. Он лишает сна и действует мучительно, как острия дротика. Так гласит глава 130 Падипары Великой Махабхараты.